Объем производства продукции сельского хозяйства в Оренбургской области за 2014 год составил 85 миллиардов 838 миллионов 100 тысяч рублей. Но в наше время вырастить, надоить, собрать и переработать мало. Надо это все реализовать. А вот здесь получается далеко не у всех. Вот крупнейший производитель колбасных изделий, новотроицкий мясокомбинат, объявляет о снижении объемов выпускаемой продукции. Упал спрос. Можно было бы поправить ситуацию с помощью федеральных сетей. Но пробиться туда даже такому региональному гиганту очень сложно. Ни для кого не секрет, что согласование договоров с федеральными сетями занимает до двух лет. И то, что мне говорят с министерства, ты почему с лентой не хочешь заключить договор? Она вот бьется, бьется. Она бьется за свои условия, а я за свои. На этой встрече производители и продавцы сидят рядом, плечом к плечу. Но на самом деле они очень далеки, как путь оренбургской соли в оренбургский же филиал ленты. Соль соли летская, но как это ни парадоксально звучит, привозят в нее из Санкт-Петербурга. Директор ленты говорит как есть. Ситуация с местными продуктами у них не самая радужная. В оренбургском магазине ленты торгуют охлажденным мясом из Удмуртии, рыбой из Башкирии, колбасными изделиями откуда угодно, только не из Оренбуржья, не из Новотроицка. Хотя договор с ними уже был почти готов. Отказались работать по ранее подписанному договору. Сейчас идет процесс пересогласования, насколько я знаю. И есть у меня такая информация, что есть претензии со стороны нашего отдела качества по маркировке продукции. Оренбургские производители не обеспечивают нужный ассортимент, не фасуют продукцию. Так что у сетей к местным перерабочикам тоже вопросы. Обоюдные претензии производителей и продавцов дело привычное. Чтобы ситуацию хоть немного сгладить, предлагают производителям не делать ставки только на федеральные сети, а попытаться найти свою нишу в других местах. Мы предлагаем и работаем в том направлении, что наши местные производители, они должны, может быть, работать с мелкими магазинами. У нас сегодня есть очень широкий спектр торговых сетей и шаговой доступности, семейные магазины и прочее. Это, конечно, подойдет для небольших сельхозпроизводителей. Крупным производителям торговать по нескольку пакетов молока и нескольку палок колбасы, конечно, невыгодно. Им нужен большой сбыт, а его пока отладить не очень-то получается. В таком случае, что нам делать? Ну, будем выходить, значит, на соседние регионы и будем поставлять продукцию туда. Подобные встречи не первые, естественно, далеко не последние. Власти пытаются делать все, чтобы производители и продавцы наладили контакты. Вот и сегодня вице-губернатор Наталья Левинсон пообещала лично привезти документы с Новотроицкого мясокомбината в магазин «Лента». Поможет ли? Вопрос. Юрий Мишин, Дмитрий Примачик. Наше время.